Музыка Хоровод это не только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Именно так развлекалась деревенская молодежь во времена Древней Руси. Водили хороводы как юноши, так и девушки. Крепко держались за руки, загадывали желания и верили, что все обязательно сбудется. Славянский хоровод в Югорске – это не просто праздник и дань уважения русским традициям. Это еще, как правило, и начало настоящего лета. В день проведения фестиваля всегда тепло и солнечно. Умывание огнем и водой с этого древнерусского танца начинается каждый славянский хоровод. Все гости выстраиваются в большой круг и проходят специальный обряд очищения, после которого любой может завязать на березке яркую ленту и загадать желание. Желающих оставить свой узелок на дереве оказалось немало. Еще один из обязательных обрядов – умывание водой, пропущенной через зерна пшеницы. Так, по поверьям наших предков, нужно было умываться, чтобы быть здоровыми и жить в достатке. Умывайте себе этот обряд, чтобы быть богатым. Помимо традиций и обрядов, на славянском хороводе всегда очень много развлечений для гостей всех возрастов. Для детей отдельная поляна с руссконародными играми, для взрослых – ярмарка сувениров. Славянский хоровод в этом году прошел уже в 12-й раз. Сотрудники музея истории и этнографии, как всегда, постарались удивить. Как всегда, с нами казаки и каша, как всегда, с нами хороводы, обряды. Будут конкурсы интересные и для женщин, и для мужчин. Очень много – игровая поляна большая для детей. Там и два разновидности тира. Там можно и пострелять из рогатки, можно и побросать ложки. Живой зоопарк у нас уже второй год тоже. Это привозят наши сотрудники. Все, что сделано, сделано силами нашего очень небольшого коллектива. У нас коллектив всего 20 человек. И все это мы благодаря нашим друзьям и помощникам. Впервые в этом году гости праздника смогли в прямом смысле слова потянуть свои мышцы и снять стресс, как это делали наши предки, с помощью древнерусского тренажера «Провилла». Именно на подобном разминочном комплексе выпрямляли спину русские богатыри. Славянские традиции в медицине популярны и сейчас. К слову, в Югорске такой тренажер единственный, поэтому и показать его решили именно на славянском хороводе. Вот сейчас очень много людей поинтересовалось, спросило, что это. На самом деле очень многие боятся. Они думают, что это больно, что это неудобно. Наоборот, когда человек висит, у меня занимаются очень разные люди. От детей и вот самые старшие у меня 63 года. Вот самые старшие, 64 даже. Вот занимаются и отлично. Просто показатели, можно сказать, выносливости, силы, они совершенно по-другому, они растут. Это очень интересная вещь. Для желающих потянуть мышцы и проверить свою выносливость выстроилась целая очередь. Ощущения очень такие в полёте. Немного, конечно, есть такое ощущение, будто ты сейчас упадёшь куда-то. Ну, так-то очень классные. Пока одни по традиции предков проверяли своё тело на прочность, другие плели венки. Ведь по поверью, кто самый красивый да ладно и венок сплетёт, тому и счастье весь год будет. А счастливыми хотят быть все, поэтому венки плели с удовольствием. Хотя дело это не на первый взгляд, только кажется лёгким. Сами пробовали, не получилось. Сложно. А что сложно? Что они распитаются. Сейчас поняли технологии? 50 на 50. Почему решили венок сделать себе? Для праздника. Символ. А почему решили прийти на праздник сегодня? Ну, как наш славянский праздник, символический. Порадоваться, посмотреть, поиграть. Как говорится, повеселиться, на народ посмотреть. Как настроение? Очень хорошее. Очень нравится. Славянский хоровод в первую очередь праздник солнца, лета и тепла. Погода не подвела и на этот раз. В музее под открытым небом Суеват Пауль каждый нашёл занятие по душе. Дети с удовольствием играли в традиционные руссконародные забавы, знакомились с деревянными музыкальными инструментами. Оркестр даже собирался, играл в трещотки в разные. Он как-то волнами подходит. Сейчас вот только один мальчик, а так тут бывает помного детей, что игрушек даже не хватает. Пожалуй, самый главный атрибут славянского праздника – это венок из листьев берёзы. На Руси всегда девушки плели венки, тем самым украшали свою голову. Здесь также можно сплести любой венок, вставить туда цветы, различные растения. Венка ходят практически все, даже мужчины, потому что считают, что это очень хорошая русская традиция. Также здесь можно попробовать настоящий травяной чай. Настоящие русские травы. Очень вкусные. На самом деле, сегодня очень прекрасная погода, и люди просто не хотят расходиться. Плютут венки, пьют чай, играют в игры, поздравляют друг друга, ну и, конечно же, водят хороводы. Травяной чай – это отдельная история. Начиная с 12 века появился колоритный ритуал чаепития традиционного русского травяного напитка «Иван-чай». На славянском хороводе не только угощали «Иван-чаем», но и липой, мятой, чаем из лепестков роз и других цветов. На протяжении всего праздненства любители русского жанра наслаждались концертной программой, участниками которой стали солисты и творческие коллективы города Югорска, Советского района. И впервые на славянском хороводе выступил ансамбль песни и танца из Ханты-Мансийска. Мы уже не первый год принимаем участие. Ну, мы как гости, конечно. Во-первых, дух русский поддержать. Вот кокошники единственное дома забыли. Наплели, сестра помогла, сестра приехала из Тюмени. Мы посещаем и детей к этому призываем. Поиграли там в спортивные руссконародные игры, игрушками руссконародными поиграли. Какая красота, чего еще надо. Мы сами не местные, приехали из Челябинска. Каждый год сюда приходим, второй год уже подряд с ребенком. Ей нравится побегать на природе лучше, чем в городе. Ну, а сам праздник как вам? Ну, нам нравятся очень. Как бы интересно и песни, и пряски, всякие конкурсы. Здесь можно венки делать, и еще там козочки. Не можешь больше там выиграть, где эти на гусей кидать. Вообще нравятся руссконародные игры? Да. А какая самая любимая? Когда кидаешь. Метание. Стоит отметить, что впервые этот праздник провели на территории города Югорска 12 лет назад. И с каждым годом он только расширяет свои границы. На сегодняшний день, благодаря своей уникальности, славянский хоровод имеет множество наград среди туристических и музейных проектов, что помогло ему завоевать статус межрегионального. Самый солнечный праздник сразу полюбился югорчанам. Теперь без славянского хоровода невозможно себе представить и лето. Именно с этим фестивалем приходит настоящее тепло на север. Продолжение следует...